Теннис, волейбол, баскетбол, гандбол и еще множество игровых видов спорта. Новый ФОК, который открылся в Волжском, готов принять сразу несколько тысяч жителей города. Объект универсальный, поэтому здесь будут проводиться и тренировки, и массовые спортивные мероприятия. Комплекс оборудован двумя современными раздевалками, душевыми, доступными для инвалидов. И очень важно, что этот проект реализован по грантовой политике. Это грант «Газпрома». Город участвовал, победил и в первом транше, когда мы получили 50 миллионов, и второй транше 53 миллиона. Это дало возможность сегодня заиграть этой территории, именно этим таким жемчужиной спортивной. Безусловно, на этом нельзя останавливаться. Здесь жители города, наши юные волжане понимают, что здесь должен появиться и плавательный бассейн, и клуб для молодежи. Поэтому лихая беда начала, но здорово, что сегодня это сделано совместно. Здесь приняли все участие, чтобы вот это замечательное сооружение появилось. Теперь наша задача его развивать, содержать, ну и двигаться дальше. Возле ФОКа весной облагородят территорию. Сейчас же специалисты составляют расписание занятий и ждут в зале воспитанников на тренировке. Но на этом работы здесь не закончены. Планы по расширению комплекса огромные. Где-то апрель месяц мы планируем принять плоскостные сооружения. Это футбольное поле с искусственным покрытием, пенисный корпус, баскетбольная площадка, волейбольная площадка и площадка для бомбинтона. Следующий этап. На сегодняшний день наше руководство ведет переговоры. Ну, очень активно участвуем вместе с мэрией Волжского о проекте строительства плавательного бассейна. Я надеюсь, что в этом году проект будет утвержден и привязан к земле, а само строительство произойдет в 2020 году. Физкультурно-оздоровительный комплекс стал одним из подарков жителям города на 65-летие Волжского. Участники праздничного открытия выразили надежды, что ребята, которые будут заниматься здесь, поставят не один рекорд и впишут свои имена в спортивную летопись нашей области. Сабина Саблина, Максим Ищеряков, телеканал Волгоград-1.